Чтобы такие события не повторялись, если ответить шуткой и коротко, то, наверное, надо реинкарнировать Сталина. Он быстро решал такие вопросы. Но вообще, политика умиротворения, она когда-нибудь должна привести именно к таким результатам. Дело все в том, что я не думаю, что такая сложность большая выполнить требования народа. В принципе, власть должна слушать свой народ, а не выставлять против них ОМОН и танки. В принципе, ничего страшного народ никогда в себе не нес. И все революции организованы хорошо далеко извне. А собственный народ никогда не будет против собственного правительства выступать очень агрессивно. Он просит всего-навсего соблюдения тех самых законов, которые этим правительством и написаны. Если мы видим на наших глазах, что никто не наказуем, что ничто не наказуемо, что убивают наших русских парней повсюду, футбольных болельщиков, еще где-то на каких-то общественных мероприятиях, и это не наказуемо, то, естественно, это вылезет в какой-то бунт, и он будет не один. Поэтому, в принципе, здесь надо очень грамотно подумать о том, как просто соблюдать законы. Все, больше-то ничего не надо. Просто надо, чтобы вор сидел в тюрьме, как сказали в одном кино.